на библейский телеканал экзегет поступил следующий вопрос может ли хорошее образование сформировать нравственного человека для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо немножко уточнить само понятие образования и как бы с точки зрения подачи самой информации и усвоение людьми что значит образование и соответственно какое оно может быть хорошее нехорошее по своему объему по качеству но здесь как бы разные критерии могут быть здесь следует сказать что ну в нашей жизни здесь две такие основные системы которые вот наша христианская русская из исходя из самого слова образование да она пришла нашу жизнь через принятие православия и вот в общем то в нашем сознании так и остается образование от слова образ отсюда следует то что через передачу знаний информации педагог прорисовывает человеке образ и подобие божие педагог работает словом но слово может быть вербальное слово может быть невербальное и масса педагога в способов передачи информации тем не менее информация это слово вот поэтому иногда педагога можно сравнить скульптором который берет такой неоттесанный камень и прорисовывать тот образ который он в нем видит допустим с ювелиром берет вот этот камень с оборудок и делает из него драгоценное изделие вот в русском понимании вот образование это есть не не только передача информации а что называется вкладывание души самого педагога в этого человека поэтому образование и воспитание неотъемлемой части невозможно ребенка чему-то научить не передав ему какие-то свои внутренние поведенческие модели работы то есть все равно ребенок не только копирует и только получает эту информацию но и смотрит как в общем-то живет и ведет сам педагог это никуда от этого не денешься второй момент вот это западная традиция которая вот если я сказал что образование слова образ на образ и подобие отсюда божие в человеке отсюда образование западная традиция даже темологически происходит от латинского глагола и дюкары то есть это тренировка дрессировка больше вот в таком ключе и отсюда конечно воспитательный момент он исключается отсюда по английский education и тому подобные слова но вот сейчас больше прививается и культивируется практикуется в системе образования вот эта западная модель когда преподаватель не должен воспитывать ребенка а он должен только передавать информацию требовать знания сухие знания с христианской точки зрения это ну неправильно почему потому что это характеристика знаний количественное знание как говорят в народе ума не прибавляет да вот почему ума почему ума потому что ум это более нравственная категория местом ума является не наш мозг а наше сердце и вот потому что ты складываешь своем сердце будет зависеть от того что ты складываешь своем сердце будет зависеть и твоя жизнь в дальнейшем поэтому нравственный человек он образуется именно образуется исходя из чего конечно исходя из тех знаний которые в нем есть но они пропускаются через призму его нравственного состояния мы должны сказать что сами знания возьмем вот такие для примера восточные боевые искусства прежде чем человек получит знания владения своим телом владения оружием он должен получить нравственные установки не использовать эти знания во зло а только во благо это первое пока он не научится вот этим основам ему доверить оружие нельзя потому что он не знает что с ним делать вот это знание почему не дает хорошее образование нравственного человека потому что если она будет просто с точки зрения категории количество информации и исключать нравственную прикладную часть через воспитание то конечно нравственный человек не получится получится наоборот другое это будет гений зла мы часто видим нашей жизни именно таковых людей которые по нравственному своем состоянии воплощение просто какого-то демона но они владеют большого количества информации и потому являются еще более страшными вот нам необходимо в нашей жизни в деле воспитания детей опираться на слова священного писания что педагог это апостол павел детоводитель ко христу детоводитель это ветхий завет в отношении ветхого завета вообще говорится но и вообще здесь слово само педагог используется педагог он детоводитель и он должен вести эти деньги ко христу вот если он это делает не просто дает знания а именно ведет к христу вот тогда он действительно педагог но если это не христианская традиция то он все равно должен вести к тому идеалу добра и любви которые явил на земле христос